Привет, друзья и гости моего канала! Я опять пропала, давно меня не было, просто не было настроения. Вот такие у нас произошли изменения, и девочки мои теперь пасутся весь день на привязи. Клякса подросла, наконец-то я перестала ей давать молоко, кушает она только зерно. Липочка, ну и наша Марта. Где ты, Марта? Крикушка наша. Она, наверное, больше всего показывает свой голос и недовольство. Особенно, когда зовет меня, чтобы я скорее за ними пришла и забрала бы в хлев подальше от мошек. Наели мои козы вымя, вымя большое. Липочка моя дает больше трех литров. Хорошо доится, хорошо стоит, очень хорошая козочка с очень хорошим характером. А там Марта. Характер, конечно, у нее в последнее время скверный. Она поняла, что она альфа-коза. У нее есть рога. И она постоянно пробует гонять липу, кляксу. Недавно мне зарядила рогами, потому что она решила, что липа стоит возле меня. Хотела она от нее отмахнуться, но попала по мне. Очень была я недовольна ее поведением. Грозилась в следующий раз при таком гадком поведении одеть ей резинки на рога. Обычно, когда забираю коз, все бегом. Бегут к элитке, бегут в хлев. Там их ждет зерно. Но утром и вечером получают по литру зерна, немножко карбикорма. Карбикорм уже подходит к концу, надо будет нового докупить. Спряталась коза, прям не видно ее. И после карбикорма своего получают, после дойки, пол ведра яблок резаных, яблочного опада. Пол ведра утром, пол вечером. У нас теперь вообще такой график. Даю коз в обычные дни рано утром, примерно в 6 часов. Кормежка. Накладываю им травы скошенной, ветки сливы. Мы теперь пилим сливу, хотим в том месте постройку строить. Складик. Поэтому пока листьев есть, пилим большие ветки. Они все это кушают. И потом уже мои дети часов в 12, в час их выводят в поле. В поле они бывают примерно часов до 7. Ну и после этого мы возвращаемся. Вечерняя дойка, кормежка. И все как обычно. Тоже травки свежие, сено постоянно у нас висит. Если кому-то травы не хватило. Ну хотя всегда бывает, что трава еще остается. Вот так подросла наша клякса. Большая козулька. Хорошая. Чертенок еще тот. Скалолазка. Везде она влезет, все посмотрит. Научились. Теперь они у меня открывать вольерчик с моими кроликами и свинками. Каждое утро смотрю, кролик гуляет на свободе. Сначала думала, это я плохо закрываю калитку. Но оказалось, это кто-то из коз. Ну я почему-то на кляксу думаю. Она у нас лазит везде, куда угодно. Ну что, пойдем понемногу. Вот такой вот в март и вымечка. Очень хорошая, удобная. Доить точно удобно. Все дорогу знают. И по прямой, по прямой, домой, домой, домой. А вот там наш дом. Подходим к дому, а тут уже нас ждут собаки. Травка отросла. У меня все не хватает времени покосить. Может, на выходных соберусь. А что, мои чертята? Эй, Ника! Красиво играем! Ну и, конечно же, каждому зерна по миске. Лопаем, лопаем, лопаем. Мартуся моя тоже лопает. Привязываю, потому что Марта начинает гонять. Кричит, гоняет всех. Поэтому каждому по миске привязали. Привязываю, кушают. Очень даже удобненько. А яблоки тоже насыпаю в два места, чтобы Марта не гоняла. Ну, а самому счастливому ребенку лучше всего я просто ее запускаю к зерну, к Рубикорму и лопай на здоровье. Примерно по времени разрешаю кушать. Сколько кушают взрослые козы, столько и она. Но часто бывает так, что ветки сливы бывают вкуснее, и она просто уходит и не хочет есть. Ну, тогда уже твои проблемы, как говорится. Мое дело предложить. Ну, а еще у нас вот такие вот облачка крыльчата маленькие. Совсем недавно открылись глазки. Три голубых и один рыжий, как пчелка. Полосатенький. Классные такие. Восявочки. Отвязала липу. Она зерно почти свое доела. Больше не хочет, а хочет свежих веток. А Марту специально еще не отвязывала. Пусть доедает. Потому что если я ее отпущу, отвяжу... Да, да, она будет драться. Драться, будет обижать. Поэтому сначала надоест зерно. Потом в первую очередь я ее даю, а потом уже липочку. Ну-ка, липочка, покажись еще. Покажи свое вымя. Такое вот у нас огромное вымя. Примерно вечером с обеих коз у меня будет где-то 3 литра молока. Наконец-то у меня появились постоянные клиенты на молоко. Этому я очень рада. Берут и моя коллега для ребеночка. И соседи берут бабушки. Очень приятно. Заценили, что молоко полезное, вкусное. Ну и несколько раз в неделю берут. Получается продать примерно в неделю. Литров 6 примерно. Молочка. Как бы козы себе уже на сено заработали. Думаю, и на зерно тоже. Кстати, мы наконец закупились зерном. Получилось совсем неплохо. Брали овес. 40-килограммовые мешки. Получили что-то около 7 евро. Во-вес. Оно. Оуох. Режим. Еще fluid-кулоне отрезаем с козыаром.